Сейчас я постараюсь всё это рассказать как-то не особо ангажировано, чтобы вы, но потом уже эта информация вроде как подтвердилась потом, когда я узнал, когда я вообще услышал, что нужно ждать пока вы всё это добавите, всё там согласуется, все вот эти вот самп мобайла, с аризона мобайла, тогда это всё ещё называлось кому-то запрещательное вольф ролеплей играть я не буду, просто для меня и вольф ролеплей это проект... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Почему, зачем и для чего? Вообще я знал ответы на все эти вопросы, но в целом мне всё равно было непонятно. Я думал, вот лично я подозревал, что всё это будет выглядеть немного по-другому, нежели то, как оно выглядит сейчас. Дело в том, что в клиенте самп мобайл, это бывший клиент Аризона Мобайл, появилась вкладка с эволф ролеплей. До этого там появился даймонд, до этого там появились все прочие вещи. И некоторые, возможно, могут знать моё отношение к проекту эволф ролеплей по многочисленным видеороликам, которые я уже записывал, о которых я уже там, знаете, говорил. Я многократно вообще рассказывал про вот, почему у меня сложилось такое отношение, что я вообще думаю обо всём этом и так далее. Но сейчас я постараюсь всё это рассказать как-то не особо ангажировано, чтобы вы плюс-минус поняли моё негодование. Всё дело в том, что я, когда я узнал, когда я вообще услышал, что с клиента Аризона Мобайл будет возможность заходить на другие сервера, я поначалу не поверил, но потом уже эта информация вроде как подтвердилась, потом всё это уже вроде как подтвердили, всё это сделали. Я подумал, ладно, фиг с ним, то есть я смогу там, я знаю, ввести какой-нибудь айпишник, зайти на любой проект там вот со всего этого сам мобайла, с Аризона Мобайла, тогда это всё ещё называлось Аризона Мобайл. И я-то подозревал, что действительно можно будет ввести там любой айпишник, зайти и так далее. А по итогу получается, что ты можешь зайти не на любой проект, а тот, с которым будет договорённость. Вот, допустим, там, я не знаю, с Даймонд Ролиплей не договорились или не договорились, просто там в порядке вот этой вот живой очереди всё сделали и так далее. В общем-то, вся подноготная мне неизвестна. Но факт в том, что заходить на любые сервера ты не можешь. Ты можешь заходить только на те сервера, которые добавили, как лично я всё это понимаю. И сейчас добавили Evolve Ролиплей. Мне очень странно, почему бы, если всё это заявлялось, как то, что вы сможете зайти на абсолютно любой сервер, на абсолютно любой проект и так далее, почему бы не сделать это действительно так? Почему нужно ждать, пока вы всё это добавите, всё там согласуется? Все вот эти вот баги, связанные с телефонной версией того, что вы там заходите с телефона на компьютерный сервер, там происходят где-то баги, все прочие вещи. Всё это, в общем-то, так происходит. Почему? Почему это так происходит? Лично мне непонятно. То есть, я сижу, думаю, блин, ну вот я хочу зайти там на какой-нибудь проект сосиска, майонезная Ролиплей, да? А я не могу этого сделать просто потому, что я могу зайти только на те серверы, которые сам мобайл, а именно Аризона Геймс, мне разрешит. С одной стороны, вроде бы, их можно понять, с другой стороны, ну, где же свобода действий? Где же вот всё то, что обещали? Зачем вот это вот всё делать, разумеется? Пусть играют. Пусть чуваки, которые там хотят играть на Эвольф Ролиплей с телефоном, пусть и не играют, я им запрещать всё это не буду, я просто хочу сказать, что Эвольф Ролиплей, это проект не для меня, он противоречит абсолютно, наверное, большему количеству всех моих убеждений, касательно там всех этих коптов, всего вот этого прочего. Ну, я пробел нажал, извиняюсь. Касательно всего вот этого прочего, так далее, убеждениям просто максимально всё это противоречит. Но это-то ладно. Факт в том, что они украли мод СамПРП и играли-то они его под какой эгидой? Под эгидой того, что вот, мол, на СамПРП всё плохо, на СамПРП всё фигово, а вот помните, когда там, в общем-то, начали ностальгические чувства играть, мол, вот помните, когда там давно, в 2012, там, в 2013 году мы играли, нам всё нравилось, всё было хорошо, всё было замечательно. И тут вот такое всё происходит сейчас на СамПРП, нам всё это не нравится, поэтому мы создаём контркультурный проект Эволф Ролиплей, который всю вот эту вот, знаете ли, атмосферу 2012 года он вернёт. То есть, как говорил Андрюха Киевский когда-то, он сказал, мол, знаете, Эволф Ролиплей это девочка, которая пообещала хранить свою невинность до свадьбы, а по итогу при первой же встрече отдалась какому-то, блядь, осифозному бомжу, нахуй, её там отымели во все дыры и имеют до сих пор, то есть это всё понятно. Но, разумеется, кому-то запрещать на Эволф Ролиплей играть я не буду, просто для меня Эволф Ролиплей это проект, ну, такой себе, то есть, в самом деле, и разумеется, когда есть оригинал, когда есть СамПРП, какой смысл играть на копии? Вот я неоднократно всё это спрашивал, мне вроде бы тоже так казалось, что Эволф Ролиплей вот это улучшенная версия, и может быть, да, они там что-то украли, что-то вот это всё прочее сделали, но по итогу многие чуваки, которые там, допустим, играли на СамПРП и играли на Эволф Ролиплей, говорили, что Эволф Ролиплей это просто копия, То есть такая бледная копия вот всего этого, и играть мы на ней не хотим, потому что, ну, они украли, они там вот это вот всё прочее сделали, и тогда у меня всё это укрепилось в голове, я, может быть, стал жертвой какой-то пропаганды в этом плане, но в целом, ну, мне действительно неприятно, я не очень люблю воров, я не очень люблю людей, которые крадут, и крадут, ладно бы они просто спиздили, сказали, да, мы спиздили, в этом честно признались и так далее, ну, кто бы их осудил? Ну, там поосуждали бы там 2-3 человека, но тут они сделали вдвойне хуёво, они испиздили, испиздили под предлогом того, что вот, мол, вы знаете, вот как у вас есть квартира, они у вас пиздят квартиру и говорят, да ты чё, да мы вот вместо этой квартиры подарим тебе особняк, а по итогу ты, блядь, в шалаше живёшь, вот та же самая ситуация абсолютно точная, я не знаю, действительно, типа, Эвольф Ролли Плей, вот, я не, я обычно все новости, которые связаны с Эвольф Ролли Плей, я обхожу их стороной, потому что считаю, что, ну, это, это полное говно, Ну, то есть, играйте, если вам нравится, играйте, но, как по мне, полная хуйня и лучше, блядь, играть на оригинале, на СамПРП, чем играть вот на этой вот бледной копии всего того, что когда-то там сделали, всего того, что когда-то там произвели, лучше умы вот этих вот скриптерских чуваков с СамПРП и всего прочего, то есть, играйте, если вам нравится, играйте, я вас за это всё осуждать, принижать и так далее делать не буду, как я уже говорил до этого, тем не менее, типа, мне не нравится, и вот, когда меня спрашивают, мол, Эвольф Ролли Плей, да ты чё, да, там круто, всё так далее, Аризоны РП, Она тоже там когда-то всё это спиздила, тоже когда там всё это сделала. Но даже если это было и так, я с этим типа спорить не могу. Какие-то основы всегда берутся даже, я не знаю, везде. То есть ты смотришь на того вот, кому ты хочешь подражать, на кого ты хочешь быть похожим. И потом просто добавляешь что-то своё. Заходя сейчас на Вольфер или Плей, там без разницы, с компьютера, с телефона, с прочих вещей. Ну я не знаю, с каких ещё вещей вы можете зайти, с планшета разве что. Но это типа то же самое, что и на телефоне. Не покидает ощущение того, что это сам ПрП. Сам ПрП просто немного такой, знаете, изменённый. С читерами, где упор идёт на капты, где упор идёт на всё вот это вот прочее. Мне такое не нравится. Типа вы можете высказать своё мнение в комментариях. Но я вот уже повторяю это из года в год. И мне это не нравится. И на Вольфер или Плей вообще ничего не меняется. И поэтому, ну если честно, такое себе не нравится мне. Всё, то есть я думаю, что на этом мы тему касательно Вольфер или Плей. И всех вот этих вот прочих людей, всех вот этих вот прочих игроков, которые там сидят. Которые там играют, которым всё это нравится. Я думаю, что мы всё это закрыли. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод. А также все мои прочие вещи. Они находятся в описании. Там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал. Переходите туда. Там всё это узнавайте. Там всё это познавайте. Там много всего есть. Заходите. Всё делайте. Всё круто. Всё классно. И так далее. Увидимся тут же. Я надеюсь в 20.00. Завтра. Всем до свидания. И пока, наверное, или нет, не знаю.